здравствуйте дорогие друзья сегодня суббота с нами игорь алексеевич гундеров доктор медицинских наук профессор кандидат философских наук здравствуйте игорь алексеевич добрый день виктория и дорогие товарищи игорь алексеевич вы социальный доктор и поэтому сегодня такая же тема у нас очень важная в нашем мире вообще очень важная специальность это социальный доктор вот объясните пожалуйста что происходит у нас жены матеря отправляют своих сыновей я так понимаю на фронт для убийства других людей но так как идет сво другими словами это война скорее всего кто-то отправляет для зарабатывания денег кому-то надо ипотеку оплачивать кому-то долги надо оплачивать вообще как это нормально убийство других за деньги вик а это вот как раз то что ты перечислила это вообще симптомы болезни социальные помните еще четыре там года тому назад мы все говорили лишь бы не было войны лишь бы не было войны и вдруг нация поменялась и вот то что ты перечислила а еще потом радуются матери жены когда им приводят черные пакеты и дарят холодильник телевизор они улыбаются благодарят это вот что-то аномальное причем в таком маша в массовом масштабе что я как врач говорю а констатирую наличие эпидемии который заболела наше общество и болеет уже третий год но это эпидемия особого рода и вот здесь сначала давайте дадим определение эпидемии причем как те годы так вот в разговорах с воз у нас были дискуссии я сторонник того чтобы нам навязывать правильное понимание давать определение вот давайте дадим определение эпидемии что это такое это массовое увеличение заболеваемости запятая сверх порогового уровня должен быть обязательно порогового уровня не просто как вот вот определяет это массовое увеличение для массовая может быть вспышка в рамках сезонных обострений поэтому обязательно сверх порогового уровня вызванная заразным агентом передающимся от человека человек вот определение эпидемии и здесь всегда должны быть три элемента источник с возбудителем переносчик и рецепиент так называемая эпидемическая триада если триады нет то это не эпидемия а пандемия это наличие эпидемий в двух и более странах дальше а вот теперь очень интересно заразным агентом возбудителям обычно считается инфекция микробы вот тогда тоже вот был такой маленький микробчик которому придали вот статус глобального глобальной опасности а последние годы стало очевидным что заразными могут быть и не инфекционные агенты заразность это что это притягательность прилипчивость ты услышал это уже проглотил тебя уже проглотила этой идеи ты начинаешь и распространять соседям и вот пример такой заразной эмоции может быть вот паника в театре вдруг все вскочили кто-то крикнул пожар бегут толкают друг друга двери узкие ломают друг другу кости вот пример заразной эмоции а может быть заразная идея например одна нация лучше другой а некоторые нации очень плохие должны быть уничтожены такой классической неинфекционной эпидемии был нацизм в германии 30-х годов вот он вся нация погружилась в болезнь социальную который не было объективных оснований виде вот того народа который но это вообще вот как раз уничтожать одну нацию которая плохая с помощью другой нации которая хорошая это есть вот заразная идея но мы сейчас это видим в израиле палестина там где сектор газа там где израильтяне говорят что мы сейчас вот еще совсем вот чуть-чуть вот этих вот еще замочим и все и будет счастье на земле вот получается как раз вот эти эпидемии неинфекционные подчеркиваю кстати вот я специалист по неинфекционным эпидемии и как раз вот эпидемиология неинфекционных заболеваний это то что прошло пошло как новое направление где-то с восьмидесятых годах и центром на зарождение этих этого учения был институт профилактической кардиологии в составе всесоюзного кардиологического научного центра на петерберийской переулке причем болезни вот такие неинфекционные могут быть настолько тяжелыми тяжелыми что заболевают даже великие народы ведь немцы это кто гегель пир бах бетховен данте нитши камп то есть даже вот такие мощнейшие по интеллектуальному потенциалу потенциалу народу могут заболевать игорь алексеевич а я вам сразу наверное раньше времени да скажу что можем же мы запустить такую же инфекцию только благую на благо направлено чтобы чтобы перекрыть вот эту вот негативную молодец и вот как раз я специалист по профилактической медицине и вот методом лечения является вот контр идея контр эмоция но ее нужно показать вот чтобы вдохнуть великую радость и тогда это влияет на рождаемости растет рождаемость и снижается смерть но это другой разговор мы к нему потом тогда следующий раз как-нибудь вернемся а сейчас вот я хочу привести пример чтобы вы поверили наличие вот этих неинфекционных именно эпидемий где есть источник возбудитель в виде ложной эмоции идеи переносчики сми и рецепиент люди они заражаются и начинают становиться источниками новой волны и происходит вот эта масса возникновения эпидемических и пандемических неинфекционных процессов и вот первым неинфекционной пандемией были крестовые походы в средние века а глобальной по всему миру неинфекционной пандемии это ситуация 2020 году по всему миру и пусковым механизмом был малюсенький микробчик и он ничуть не более опасен чем предыдущие сезонные вспышки ОРЗ это я точно говорю как эпидемиолог стоит только сравнить масштабы заражений смертей такие же были неоднократно а в чем отличие тех вспышек от этой а тем что сейчас появились мощнейшие причем это появилось где-то последние но лет пять мощнейшие информационные инструменты виде гаджетов когда можно за один день обнять всю планету ложной эмоцией или смыслом и вот тогда кто раскрутил вот эту пандемическую волну что вот этот страшный страшный зверь который сейчас всех прогнозит это вот как раз были сми помните с чего все это началось вспышка в китае и тут же в италии оттуда ночные снимки едут эшелоны колонны машин везут гробы переполненные крематории дальше помните в метро падают люди и умирают от судорог было было но это все постановка это вот включаются люди и им самим интересно тиражировать вот этот страх и вот тогда получается что благодаря гаджетам сейчас есть возможность технической охватить всю планету тем или иным негативным да как негативным так и позитивным контентом как говорят и это настолько было неожиданно как вот внезапно вдруг по всем странам одно и то же и поскольку люди до сих пор еще не верят возможность таких пандемий не инфекционных все приписали биллу гейте но у него технических средств не было чтобы одновременно по всем странам давать инструкции там и канаде и австрии берегу слоновой кости тем более что некоторые страны сказали вот надо еще изучать возможность противостоять вот лукашенко взял и сказал да мне наплевать кстати ко мне были дважды две записи на белорусском телевидении давал интервью и тогда сказал что ничего страшного нет можно проводить парад 9 мая и я точно знаю лукашенко эту информацию передали потому что он буквально мои слова аргументы приводил и он плюнул на все правил парад 9 мая без масок и вообще он отчитывал своих министров своих врачей вы что здесь заходите маска но она идите все это снимите вот вам пример устойчивый лист шведский король послал всех и делал так как он считал вот доказывает того что доказательство того что эта пандемия была не инфекционная и ей можно противостоять веку в плане можно ли что-то контакт предложить и это будет эффективно будет только люди должны теперь об этом знать люди наверно первым делом должны убрать вообще страх страх смерти потому что мы все умрем абсолютно тот кто родился он обязательно умрет это закон природы поэтому боятся этого смысла нет надо жить просто полноценной жизни делать правильные дела на земле и тогда вы соответственно будете нужны природе и природа вас не будет заинтересована вас уничтожить как-то так века вот ты сейчас уже выступаешь как социальная медсестра я врач а ты медсестра и совершенно правильно и вот тогда главным был источником всего от того что произошло ужасно это страх смерти и вот кругом я не буду называть этого страшного микробчика чтобы не за каналу не повредить и вот со всех сторон этот микроб 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 ужас ужас смерть 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 и всех обуял страх реальный страх смерти да причем настолько мощное воздействие настолько действует на мозги что даже си дзипин и великий китай заразился тяжелее всех вот так лютовать то лютовали только китайцы вплоть до того что во время квартиры где были контакты с больными их цепями заковывали двери чтобы люди не могли выходить и даже был такой случай по моему каком-то дое престарелых начался пожар и все сгорели старики потому что не могли выйти двери были закованы цепями вот что творит страх даже с великими нациями и независимыми я абсолютно уверен что если не зависела от белогейца а это вот волна психоза заради заразившиеся поразившие все политическое руководство великого государства игорь алексеевич но мы же тоже слышали как у нас по улице пустые улицы едет машина и в граммофон говорит не выходите это опасно там берегите себя это же есть психологическое воздействие но вика понимаешь он они сами заражены и вот я же перечислил тогда симптомы и так дорогие мои вот впервые мы ставим благодаря тем событиям наличие возможность что это был это был социальный психоз но психоз бывают разные эмоционально позитивное эмоционально негативные а это был социальный психоз шизоидного типа а какие симптомы прямо шизоидном состоянии причем 탕 при ней это болезни бар7 логическое а шизоидный психоз это вот социальную симптомы те же самая это Четыре главных симптома. Первое. Вот сейчас вот запомните, и мы потом, я это специально подробно рассказываю, чтобы объяснить, что сейчас происходит. Вот сейчас запомните четыре симптома, и вдруг мы обнаружим эти же самые симптомы, вот сейчас эти два с лишним года. Итак, первый симптом. Мания преследования. И вот тогда смерть, смерть, смерть от этого микробчика, микробчик, микробчик, микробчик. Повсюду он, на каждой поверхности он. Все протирайте, все промывайте. Поставили вот эти вот приборы по дезинфекции пальцев, рук. Мания преследования. Второе. А логичность мышления, логика отпадает. Помните, ловили людей в парках гуляющих, причем там мало людей, просто одиночно идут, без масок. И туда рос гвардейцы, хватали, помню, женщина пожилая с внучкой, схватили женщину, внучка кричит. Вот логичность мышления. Третье. Раздвоение сознания. Человек говорит одно и тут же говорит другое. Например, Попова говорила, сообщая, что пороги не превышены. И тут же констатировал наличие бедения. Вот раздвоение сознания. И самое страшное, тяжелое, это потери эмпатии, уважения к человеку. Мы для них были не люди, особенно пенсионеры. Помните, изолировали, закрыли. Внуков туда присылать нельзя. Причем отсутствие логики. Приходить можно вот социальному работнику. А социальный работник это не то, что родной человек. Но все равно же он же приходит, так пустите когда внука. Нет, внука нельзя, вот только социального работника. Вот что происходит с мозгами. И люди становятся просто биообъекты. Ты не человек, ты не личность. Мне тогда не поверили, что это психоз. И до сих пор с трудом верят. А если не поверили, значит попадутся и в следующей ситуации в такую же мясорубку. Хотя я предупреждал и предупреждаю, что при современных скоростях, вот дорогие мои, вот сейчас никогда такого в истории не было, потому что не было таких огромных по скоростям механизмов обмена информации. Вот сейчас эти вспышки, я тогда предупредил, что закончится это, потом будет другая, пойдет нация на нацию, потом религия на религию и как на каркал. И наступает февраль 22 года, СВО, и вот теперь смотрите, те же 4 симптома. Первый. Мания преследования. Коллективный запад, коллективный запад. Нас собираются захватить, расчленить, совсем. НАТО, 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 НАТО. И эту неделю, причем вот именно вспышкой, внедрили внезапно на фоне, подчеркиваю, на фоне предшествующей дружбы с Соединенными Штатами и с партнерами НАТО. Был договор о партнерстве во имя прогресса, а насчет коллективного запада, отсутствия и дружбы с ними, Вика, я сброшу вам ролик, где там показано как раз Владимир Владимирович диалог с Байденом. Он тогда был госсекретарем. И вот внимательно прослушайте, чтобы это прессовалось в памяти, насколько вот действительно сломана психика. И там Владимир Владимирович с улыбкой говорит, давайте мы сейчас собираемся устраивать безвизовый режим с Европой, а давайте мы с Соединенными Штатами сделаем. И это будет прорыв. То есть Путин хотел обняться с коллективным западом. Это были наши друзья буквально за несколько лет до того, что вот случилось с СВО. И, соответственно, безвизовый режим без границ. Мы к вам, вы к нам, мы единая семья. Помните, мы как-то показывали, когда он уезжал к Бушам, и он сказал, мы единая семья. Начать переговоры о безвизовом режиме между Россией и Соединенными Штатами. Такое предложение высказал сегодня Владимир Путин на встрече с вице-президентом США Джозефом Байденом, которая состоялась в Москве. Российский премьер напомнил, что вопрос об отмене виз уже обсуждается с Евросоюзом. Путин отметил, что для России и США подобное решение могло бы придать дополнительный импульс развитию сотрудничества. Мы сейчас с европейскими странами ведем активные переговоры по введению безвизового режима между Россией и странами Евросоюза. А у Соединенных Штатов с этими странами, со всеми практически, тоже безвизовый режим. Если бы Россия и Соединенные Штаты Америки договорились между собой о введении безвизового режима раньше, чем мы это сделали бы с Евросоюзом, это было бы историческим шагом в развитии российско-американских отношений. Это сломало бы все старые стереотипы между Россией и Соединенными Штатами. Мы перевернули бы очень значимую страницу в нашем прошлом и начали бы все заново. Если вы так положительно отреагировали на то, что я сказал, то ваше слово, уважаемый господин президент, как одного из лидеров сегодняшней администрации, имеющего влияние в Конгрессе, было бы для нас очень важно. Я думаю, что в наших собственных интересах и, как мне кажется, в интересах России, чтобы наши отношения стали ближе. И за последние два года я пришел к следующему выводу. Когда у какой-либо из стран в мире возникают проблемы, то они обращаются или в Москву, или в Вашингтон. И вот тогда получается мания преследования в виде выдуманного врага. Если ориентироваться на то, что было перед этим, после 1922 года, здесь совершенно другая ситуация. Но перед этим Путин считал, что США и Россия друзья, даже не нужно никаких границ. Второй симптом – логичность мышления. Итак, мы говорим, что защищаем нашу родину от другого государства. Почему? А потому что там в 2014 году совершили государственный переворот. Ну какая логика? Ну совершили, совершили. Мало ли в таком государстве совершается госпереворот. У нас в 1993 году вообще страшный госпереворот, расстрелом парламента. И что, должны были Соединенные Штаты оккупировать Россию, потому что у нас госпереворот? То есть логики никакой нет. Вот вам логичность мышления. Причем на уровне, включая высшее политическое руководство. Дальше, третий симптом – раздвоение сознания. Посмотрите, значит, вот мы боремся с НАТО, увеличивая численность ее членов, расширяя границы, стимулируя военную промышленность и вооружая Украину. Ну, вот оно, раздвоение сознания. И четвертое – потеря эмпатии. Вот вам мясные штурмы и первую цифру, 20 тысяч погибших, озвучил Пригожин. Для взятия чего? Вот она эмпатия. Он положил более 20 тысяч русских граждан для того, чтобы взять какой-то парширенький поселок Бахмут, городишко. И Владимир Владимирович сам назвал цифру. Потери у нас один к пяти. У украинцев большие потери, а у нас тоже большие, но в пять раз меньше. И вот тогда как раз, вот она, насколько повредена психика, что жены посылают своих, вот Вика, что ты вначале сказала, но это вот именно в состоянии, вот помыт, помытненное сознание. Вот как у больного алкоголизмом, алкогольный делирий. И он видит чертиков, и он в них верит. И ради этих чертиков он бросает там, совершает самоубийственные поступки или причиняет вред окружающим. И вот здесь точно так же. Матери посылают своих сыновей, а жены посылают своих мужей во имя, во имя чего? Во имя денационализации и девоинизации. Посылать другую страну и радоваться, когда тебе взамен привозят и дарят бесплатно холодильник, стиральную машину. Вот она, потеря эмпатии. И последнее, вот хочу сказать, очень важное. Возникновение социального психоза может быть либо спонтанным, вот как случилось в 2020-2021 годах. Он возник спонтанно. И толчком были вот эти итальянские кадры о колоннах гробов. А может быть индуцированным. Вот в Германии Гитлер индуцировал социальный психоз. Гитлер и определенная совокупность политиков. Это навязанный народу. И там, и там психоз. Но в первом случае он спонтанный возникает сам. А второй индуцированный измен. И вот сейчас этот психоз индуцирован у нас или нет? Индуцирован. И в данном случае прикрываясь лозунгом патриотизма. А кстати, вот давайте разберемся. И вот как раз необходимо здесь философское знание. По многим-многим понятиям у нас они фигурируют и в политическом словаре. Но четкого понимания, что это такое, нет. И в том числе, вот давайте разберемся патриотизм. Что это такое? В начале 90-х годов, помню, появилось выражение, патриотизм это последнее прибежище негодяев. И я был возмущен, потому что звучит, как бы, что патриотизм это очень плохо. Только на уровне негодяев. А кто такую фразу впервые сказал? Английский литератор Самуэль Джонсон. 1755 год. Я думал, что это хула на патриотизм. А на самом деле, когда вот внимательно читался и внимательно прочитал, что писал на эту тему Джонсон, то оказалось, что он наоборот под патриотизмом, это понимает, это настолько высокое по смыслу слова патриот, что им негодяй может прикрыться, вот как волк одевает на себя овечью шкуру и выглядит, будто бы овечкой. Вот точно так же негодяй может прикрыться этим словом, делать плохие дела, называя себя патриотом. И тогда к нему уже как будто не поймешь, какими рукавицами его взять. И это в то время использовали английские пираты. Когда вот их за пиратство присуждали повешенную на реи, и вот тогда они решили называть себя патриотами. И объясняли на суде, что они патриотичного, как представителя английской державы, великой, вот они на морях наводили страх, чтобы все знали, что Англия самая сильная владыча самарей. И вот тогда посмотрите, одно дело говорить, мы будем вешать пирата, а другое дело, мы будем вешать патриота. И уже рука не потянется тянуть эту веревку, на которой будет болтаться патриот. Вот насколько действительно высоко нравственное понятие патриот, но используемое вот в таком смысле позволяет общество втянуть тогда в ложную авантюру. Суть смысла Джонсона такова, что негодяй может прикрыться патриотизмом как щитом, и, соответственно, мы должны предостеречь себя от ложных признаков патриотизма. Он сравнил тогда их с фальшивыми монетами, которые блестят как настоящие. И об этом говорили очень многие наши писатели, в том числе Лев Толстой. Вот я цитирую. Для правителей патриотизм есть не что иное, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей. А для управляемых отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. И вот те матери, которые благодарят за убитого сына и радуются подаркам, которые приносят им тот, кто и убил, и женам, которые отправляют своих мужей детей, оставляя детей сиротами, вот это не что иное, как потеря, отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Цитирую Льва Николаевича Толстого. То есть, к любовь, надо различать любовь к правителю и любовь к стране. Это разные вещи. Или вот посмотрите Пушкин. Патриот? Несомненно, патриот. Нет, не грамма сомнений. А что он писал про царя? Самовластительный злодей. Тебя, твой трон я ненавижу. Твою погибель, смерть детей, жестокой радостью вижу. Так вот, тогда получается, это вот нам внушил, Володин, что Россия и Путин это одно и то же. Это ложь. Более того, это дискредитирует великую нацию. Свести тысячелетнюю Россию к одной персоне, которая сплошь и рядом ошибается. А вот теперь я возвращусь к Джонсону, что он понимал под патриотизмом. Цитирую. Патриот это тот, чья общественная деятельность определяется лишь одним единственным мотивом. Любовью к своей стране. Тот, кто представляет нас в парламенте, руководствуется в каждом случае не личными побуждениями и опасениями. Не личной добротой или обидой. А общими интересами. И вот теперь ответьте мне, дорогие. Что бы вы сказали о парламенте российского, нашего государства и сенаторах Совета Федерации? Вот они подпадают под то определение патриота, которое я процитировал, адресуя к 1755 году. И я бы ничего здесь не добавил, не убавил. И уж точно нельзя назвать патриотом хозяина дворца в Геленджике. А сколько таких дворцов? А сколько таких яхт? Значит, тогда это не патриоты. Это лжепатриоты. Как и остальные владельцы заводов газет пароходов. И вот тогда в плане лечения заканчивая, ну это отдельный разговор, но просто намеком. Чтобы начинать лечение, нужно проснуться от спячки. Игорь Алексеевич, я хочу добавить, наверное, вот все, что вы перечислили, это, скорее всего, даже последствия. Потому что современная эпидемия, я думаю, что это именно деньги. То есть желание, ненасытное желание, богатство, удовольствие. И вот в итоге неправильные цели, неправильная жизнь. Кстати, вот в те же годы, 18 век, там, по-моему, Клин был, не помню сейчас, писатель один, он четыре типа патриотизма перечисляет. И один тип патриотизма, про который ты сейчас сказала, это владелец лавки по производству сабель, у кого много денег. И он тогда, это самые крутые патриоты. Вот во время войны самые крутые патриоты, это те, кто делают много денег за счет производства оружия. Потому что чем сильнее война, тем больше нужно тогда сабель, сейчас более сложных и дорогих технологий, а значит, тем богаче люди. И вот они тогда, вот это вот лжопатриотизм. И еще что, дорогие мои, закончу, наверное, стихотворениями, вернее, небольшой фразой Некрасова. Некрасова, тоже патриот, а он не, так же, как и Пушкин, не отождествлял, в отличие от Володина, царя и России. И у него такие фразы, такая фраза есть. Люди холопского звания, сущие псы иногда. Чем тяжелее наказание, тем им милей, господа. Так вот, чтобы вылечиться матери и жены, вы должны сказать себе, мы не холопы. Вот это первый шаг к выздоровлению. Мы не рабы. Рабы не мы. Игорь Алексеевич, я бы еще добавила для наших зрителей, все, кто идут за деньги, абсолютно все погибнут. Потому что это неправильная цель. Это неправильная мотивация. Причем эта мотивация идет сверху. В нарушение, это вот опять обращаюсь юристам, что-то мои обращения отклика не находят. Один-два юриста ответили, вот некоторых мы здесь приводили опыт и предложение. Нужно более громко и более широко подходить к проблемам. Вот посмотрите, что такое вот сейчас. Сейчас везде, вот идешь в метро, стоят пункты по приему контрактников. Это наем. Идет, нанимают на войну за деньги. Но это преступление. Ведь контрактники это не что иное. Но это наемники. Наемники-убийцы. Так вот, давайте открыто говорить. Пункт по приему наемников. Но это же, это преступник. Откуда это благословление сверху? И вот тогда опять возвращаемся к патриотизму. Это последнее прибежище негодяя. Ему больше некуда скрыться, кроме как изобразить из себя патриота и открыть по стране пункты по приему наемников. За деньги. То есть идет, вот она дискредитация и идеи патриотизма. Вот он социальный психоз. Вот она болезнь, идущая сверху. Вот он социальный психоз. Откуда источник? Вот мы с вами говорили, источник с возбудителем. Вот источник наверху. Игорь Алексеевич, знаете, еще одна причина есть, по которой, оказывается, идут в больших количествах люди воевать. Это игры. Игроманы. То есть они научились стрелять во всех этих играх, там в танчики. Им это кажется уже настолько реальным, та реальность, что вот сейчас они берут оружие и идут, но когда они попадают туда, у них глаза округляются, и они уже понимают все, но уже поздно. Потом они уже приходят в гробах. Вика, это совершенно правильно. Но сейчас вот для того, чтобы начинать выздоровление, и мы пока что серьезно, как бы эту тему подробно и последовательно не освещали, как нужно устроить страну. Потому что вот то, что ты говоришь, это будет в нашем, вот при этой системе это будет. Потому что чем гаджетов больше, тем больше денег, тем более отуплен народ, тем легче его поймать на лже патриотизме. Вот я недавно шел в метро, и в переходе идет мама, молодая, в руках гаджет. А рядом ребенок, ну, наверное, годикой, лет пять, маленький, тоже в руках гаджет. И они идут, никуда не смотрят, только листают, листают, листают. Вот мозг отключен. И мозг не развивается. И более того, туда же вписывают, правильно, вот ты сказала, программы деструктивного характера. Внешне выглядит интересно, завлекательно. Но это деструктивная идея, когда человеку все равно, что он нажимает на гашетку, убивает на картинке. Но, значит, у него снимается опасность и страх перед тем, как он нажмет и убьет реального человека. Отождествляется то, что он видит на картинке реального человека. Это вот социальные психозы, которые распространяются в рамках тех систем, где деньги являются главным критерием Мерила. Сколько бы сейчас ни говорили, сколько бы мы ни призывали к нравственности, но если деньги являются индикатором успеха в этом обществе, очень трудно переломить эту тенденцию. Наверное, невозможно. Единственный выход – нужно менять всю систему. Спасибо, Игорь Алексеевич. Есть над чем задуматься. Друзья, с нами был Игорь Алексеевич Гундеров. До свидания. До свидания.